Я хорошо вижу. Это ведь вы есть Геральт из Ривии, тот самый знаменитый ведьмак из далекого севера. Да, это ведь мы и есть. О, я столько о вас слышала. Когда мастер Лютик был в Баклере, он что, не день о вас спел? Да, к сожалению, для него это обычное дело. Чем могу помочь? Видите ли, мой жених Франсуа Олегов торжественно поклялся, что принесет мне башку ужасающего монстра, Гротника. А он не мог просто купить вам цветов или конфет? Вы изволите шутить. Каждый знает, что любовь можно доказать только поступком героическим, посвященным возлюбленной. Но его нет уже две недели, а посему вы не могли бы поехать и проверить, что там с ним происходит. Барышня, а вы знаете что-нибудь еще об этом Гротнике? Судя по названию, его можно встретить в пещерах. Да, разве что он проголодается. И вот тогда он выходит и идет ночью в деревню, когда все спят. Ставни выламывает, просовывает руки внутрь и вытаскивает детей из колыбели так быстро, что те даже не пикнут. Хм, подветлунный, длинные цепки руки, разумный. Франсуа говорил, что управиться с ним на раз, но он уже так долго не возвращается. Вы не поможете, мастер, а то я от этих нервов спать не могу. Я не отказываю дамам в беде, особенно если они могут предложить награду. Разумеется, вы же все-таки есть профессионал, а не какой-то странствующий рыцарь. Сколько вам нужно? Да, именно столько я склонна вам заплатить. Я сделаю все, что могу, чтобы ваш жених вернулся живым и здоровым. Пожалуйста, подскажите только, где его искать? Я забыла, что вы есть из дальних стран и не знаете. Логово Гротника есть в пещерах у подножья Гаргон. Так близко к городу? И что, ни один смельчак не пытался от него избавиться? Пытались многие, но ни один не вернулся. Потому, собственно, я и волнуюсь. Понимаю. Мне пора. Делу время по тихий час. Вы меня перепугали. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Равикс из Черторога. А на гербе моем дева, сидящее на шагающем медведи. Ну, раз уж мы поговорили, как рыцарь с рыцарем... Франсуа Легов, как я полагаю, меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что Гротник — это крайне опасная бестия. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Подкрепляя силы сном в тенечке, две недели. Я медлил, это правда. Но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Ну, я не знаю. Я же присягал, что... Что принесешь возлюбленной голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. В общем, правда ваша. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Клянусь честью, упрямая же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Почему ты не выбрал себе менее грозного противника? Ну, бабалака, например. Ибо сила монстра равна должна быть силе любви и... Ты краснеешь, рыцарь. Ага. Видите ли, это все моя невеста. А она вот сразу хочет под венец. А ведь мы всего два года знакомы. Так я подумал, что если присягну добыть гротника, то добуду себе немного времени. Такое чудовище убить, это ведь не что-нибудь. Да, теперь я понимаю, почему ты так медленно рвался в бой. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, хабрый рыцарь. Нет, ибо башка этого чудовища слишком мала, чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. Должно быть, ты и правда сильно не хочешь этой свадьбы. Не предрекаю тебе больших успехов, но делай, что хочешь. Удачи. Благодарю вас, мастер. Для меня было честью сражаться с вами плечом к плечу. У меня хорошие новости. Твой жених? Это уже не мой жених. Прости, что? Он только что был здесь. Принес новую присягу. Поклялся принести мне полосатого коня из Зерикании. Ну, по крайней мере, в этот раз он выбыл что-то по своим возможностям. Только далековато. Вот именно. Я говорю, больше доказательств не требуется, пора жениться. А он юлит, темнит, клянется честью. Вот скажите мне, ведьмак, неужели все мужчины такие свиньи? Не все. Думаю, нашлось бы несколько исключений. Разве что в этой вашей ривии. Ну да что вам, мои сердечные терзания. Прошу, вот ваши награды. И совет на будущее. Если найдете себе какую-нибудь сударыню-ведьмачку, будьте с нею искренни. По хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Вы не понимаете. Как только я к ней вернусь, спеши пропала. Она затащит меня под венец, а... Послушай меня, сражения с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты не годишься. Ты хочешь доказать свою отвагу? Тогда возвращайся к невесте и скажи ей, что ты не готов жениться. Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но... Вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора. Пора возвращаться домой. У меня добрые вести. У меня тоже. Франсуа уже вернулся. Через неделю мы играем свадьбу. Завтра мы идем слушать наставления молодым супругам. Послезавтра, например, куплатье. Потом смотреть свадебный зал. Я так рада. Мои поздравления. Как говорится, совет вам, да любовь. А я вам желаю удачи на ведьмачьем пути. Пожалуйста, вот ваши деньги. Прощайте. Я не уверен, что это настолько хорошая мысль. Что, простите? Его милость Легов. Как бы он не относился к перспективе женитьбы с особенным энтузиазмом. Мне кажется, что... Что за наглость? Прошу, ни слова больше. Возьмите деньги и оставьте меня в покое. Равикс из Черторога. Как я рад тебя видеть. Ле Папельон, Трубадур. Узнаешь? Привет. Кстати, Равиксом назвался Шутки Ради. Меня зовут Геральт. Геральт из Ривии. Как же я сразу не сообразил. Я верный почитатель. Очень приятно. Мэтро Лютика. Я знаю все баллады из цикла о ведьмаке. Но чтобы мне самому так повезло... А в чем, собственно, дело? Ну, дело-то замечательное. Пропал цирюльник Жан-Буи Людвиг. Ты его спасешь. А я сложу об этом песню. Услышьте же, люди, глаз песни свободной. А как спас брат добрея ведьмак водородный. Так что там с этим цирюльником? Он точно пропал? Да, да. Наверняка с ним произошло что-то страшное. Жан-Луи болезненно пунктуален. Ни на минуту не опаздывает, открывая свою лавочку. Он наверняка будет польщен, если я опишу его чудесное спасение. А кто мне заплатит за поиски цирюльника? Я. В конце концов, такой случай предоставляется не каждый день. Но ты должен взять меня с собой. Я буду на ходу все записывать. Я согласен. Только за необычные заказы я беру больше. Понятно. Разумеется. Да разумеется, как тебе будет угодно. Хорошо. Я посмотрю, что тут можно выяснить. А ты, если уж так хочешь шляться за мной, по крайней мере, не путайся под ногами. Разумеется. Ты меня даже не заметишь. Салон Бродобрея вот тут, рядом. Что такое? Есть последняя строчка. Там должна была быть про цирюльника и ведьмака. Причем здесь княгиня. Благосклонность великих мира сего переменчива. Сегодня все вспоминают мое выступление на турнире, а уже завтра ее светлости понадобится новая песня. И я не собираюсь упускать такой сюжет. Так что? С чего начнем? С того, что выломали у них цирюльника, так, ноготочки, локоны, центрийский веер, орелийский хвостик под плотогона. Хм. В Новиграде это уже не модно. А вот тут список посетителей. Последняя клиента была госпожа Лепомпиду. Ты знаешь какую-нибудь Лепомпиду? Да, очень милая старушка. Уже десять лет делает прически у Жанна Луи. Абсолютно безвредная. Вот здесь набросок какой-то карты. Тебе это что-нибудь говорит? Хм. Кажется, я знаю, где это. Но там ничего нет. Ну, совершенно ничего. Только поля, луга. Кажется, я уже знаю. Я, кажется, тоже. Зараза, вскричал он лицом багровее. Лишь бритвы духи нет нигде продобрея. Не мог бы ты минуту помолчать. Кажется, я понял, что с твоим продобреем. Ни следов борьбы, ни следов взлома. По-моему, он просто отправился за компонентами для духов. Все баночки пустые. Так наверняка и было. Он пошел за город собирать на лугу лепестки цветов. И там над его напали тролли и циклопы. И сожрали. Мощно. Ты можешь показать это место на его карте? Разумеется. Тогда ведь. Да что ты тут гонишь, Сригаль? Что так модно? Мы в Нильфгарде, а не в этом долбаном ковере. Что он тебе сделал? Что сделал? Что сделал, что сделал? Он постриг меня под подкуренную гуску. Так что с шлем стыдно снять. Я не мог показаться на турнире. Я хотел показать свое мужество прекрасной Вивьене де Табрис. А из-за этого засранца упустил такой шанс. Я вижу, ты уже отыгрался. Это еще только начало. Я еще не решил, отпущу ли я его живым. Как-то это не совсем по-рыцарски. А как же слово чести, клянусь цаплей и все в таком роде? Клянусь цаплей, что выпотрошу тебя, если ты отсюда по-быстрому не уберешься. Ангард! Я тебя вызываю! Вы стоять! Не лезьте! Собака! Сделаем все по-рыцарски! Воспой же, о муза, героев сраженье, где ведьма к наглецу нанесет пораженье. Поздно уже. Может, мы лучше пойдем? Ле Папельон, раны святого лебеды, вы спасли меня в самый последний миг. Можешь не благодарить. Жан-Луи Людовик, я полагаю? Пойдем, пока не... Тихо вы там, оба! Вот оно! Узрев ведьмака, все застыли от страха, а хальника вмиг превратил он в кастрата. Кишки натянулись, как струны на дыбе, ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе. И славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком и рухнул, накрывшись ногами своими. А все это в честь досточтимой княгинии. Ты уверен, что все случилось именно так? Эх, прости, ведьмак, но ты ни бельмеса не смыслишь в поэзии. Публика требует страстей, а я и их обеспечиваю. Что насчет моей платы? Я планировал расплатиться с тобой в рассрочку. Назначим выплату, скажем, раз в полгода. То есть денег у тебя нет? Я вам заплачу, мастер ведьмак, и сто крат вас отблагодарю. Зайдите ко мне как-нибудь подровнять височки. Благодарю. Это всего лишь волосы, они же отрастут. А ты собираешься убить человека за то, что он тебя криво постриг? А ты кто такой, чтобы меня, гербового дворянина, поучать? Защитник угнетенных нашелся. Взять его! Что ж, что ж, что такое? Спать в лисе-хитролисе скверная мысль. Разве что тебя не расстроит, если кто-то позаботится о твоем кошельке. А, вы, может, по поводу объявления. Мастер ведьмастер. Это тебя беспокоит какой-то шум на кладбище? Да-да-да, и похоже, что только меня. Никто другой не потрудился этим заняться. А шум все слышат. Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает? Может, и вовсе не искали. Так что ж мне делать? Самому по кладбищу шляться? Шум повторяется регулярно? Каждую ночь. Я живу рядом и слышу все так громко, словно мне трубу к уху приставили. Да, кажется, я тебя понял. И сколько я за это получу? А сколько вы хотели бы? Идет. Я этим займусь. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и все. Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Что б там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. А ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты, как... как краснолюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей Храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя Ермоазарта! Вот, видать, и намолила. Услышали, боги, твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебе чего? Здесь частная беседа. А можно немножко потише? Соседи жалуются. Какие еще соседи? Тут же все мертвые. Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а эта швабра даже после смерти не отцепится, так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл, неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Но сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил, и всего-то раз в пятьсот! Тихо, успокойтесь оба! Так чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп до каринтенов? Читать не умеешь? Да, но его выкупили у кредиторов за мое приданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его! И если уберешь, я... Я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так и знал, что это ты! Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься! Сейчас меня, Кондракий, хватит! Да были бы у меня эти карты на турнире в Вильхавене, я бы до сих пор жив был! Все из-за тебя, овца чумная! Из-за тебя меня зарезали! Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Мне придется подумать. Значит, ты все-таки дал ей себя на труд. Эх, сука! Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал Баклерского общества любителей гвинта. Оно тут недалеко. Ты был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо. Спасибо тебе. А вы, господа, тоже в клуб любителей гвинта? Что, сука, ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов, и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята. Вали его, ребята. Вон же тут в одно рыло. Эх, если бы не давали по кроне всякий раз, когда приходится... Готово. Ну и где шкатулка с картами? Как выйдешь через бочарные ворота, поверни направо. Наш дом там легко узнаешь. Там над дверью вывеска с деревом. Шкатулку я закопала в саду под розовым кустом. Вывеска с деревом, розовый куст. Запомнил. А что ты сделал с Луи? Воистину, он света не видел за гвинтом. Но я бы не хотела, чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме. Не волнуйся. Я нашел ему хорошее место. Там он будет себя чувствовать как дома. Прощай, в оббище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все рут как оглашенные. Один только и знает. Одрин, Одрин. Как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили? Да нет. Семейная ссора. Только и всего? А в апиле-то как? Да, что ж. Жаль, что побеспокоил вас из-за такой ерунды. Вот вам тут и за труды. Спасибо. Бинты. Бинты. Да где они? Бинты ему уже не помогут. Что? Но он только что еще дышал. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране смерть вопрос нескольких минут. Бог. Что тут произошло? Я проезжал мимо с товарами. Услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь, перебинтовать. И тут вы появились. Встань и отойди от него. Что? Я? Ну, чего вы от меня хотите? Не заставляй меня повторять. Может, объясните, что вы хотели? Понять. Не врешь ли ты? Если бы эти удары нанес ты, ты был бы весь в крови. А у тебя только руки измазаны. Все в порядке. Кто? Кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. А. Понятно. Вы... Вы думаете, его какой-то монстр убил? Что тут у нас? Нога сломана. Но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая. Края гладкие. Колющее оружие или мощные когти. Может, виверны? Сложно сказать. Хм. Необычный нагрудник. Покрыт потиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать из того дома. Но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Погодите. Я пойду с вами. Так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Послушайте, может, там нет никого? Я знаю, что ты внутри. Слышу дыхание. Открывай. Мы тебе ничего не сделаем. А они... А они все еще там? Послушай, я ведьмак и хочу тебе помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. А кто ты, собственно, такой? Дюран Фошер Пламандон де Саварин. Правитель этих земель. И председатель исторического общества Тусента. Каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения. Но такое у нас впервые. Кто такие они, о которых ты говорил? Это... Я не знаю, кто это были. Духи. Все случилось так внезапно. Мы готовили сценку. Девятав приносит жертвы. Вспыхнул яркий свет и ослепил меня. Я слышал крики, но ничего не видел. И тут моя одежда вспыхнула. Я начал бежать. Сорвал куртку. Забрался сюда. И... Запер за собой дверь. Я слышал, как они ломятся в дверь. Решил уже, что вышибут и мне конец. Но... Но потом все затихло. То есть, реконструируя сцену из прошлого, ты нечаянно призвал духа. Наверное, каргадуха или стуба. Кар... Го... Что? Лучше всего, конечно. Все повторить. Вы с ума сошли? Хотите, чтобы эта тварь нас убила? Нет. Хочу, чтобы она никого не убила, поэтому мне и нужно, чтобы ты заново ее вызвал. Тогда за дело возьмусь я и покончу с ней раз и навсегда. Дюран, как думаешь, я смогу в одиночку разыграть эту сцену? Это было великое событие. Капитуляция последнего эльфского короля Тусента. Понадобится хотя бы три человека. Вы знаете, о чем я хочу попросить. Мне нужна ваша помощь. Но я пойму, если вы откажетесь. Нет возражений? Хорошо. В таком случае, займитесь телами. Время есть. Представление будем устраивать ночью. Вещи такого рода после захода лучше получаются. Остается только вопрос моей оплаты. Я бесплатно не работаю. Понятное дело. Но ежели захочешь безопасности, так за ценой не постоишь. Я буду к королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, сыграйте эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Девятав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множества факелов. Я принимаю твою власть и вернусь через год. Смотрите на статуи, посмотрите. Быть такого не может, мамочка. Скульптуры. Они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девятава. Я их месяц назад купил, чтобы... А... Может, мне лучше начать сначала? Этот Девятав должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако, он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Гаргоной. В семьсот восемьдесят втором. И хорошо, что так. Ведь Девятав собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы — воплощение коварства. Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю. А людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Да, в каком-то смысле. Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак. Но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. Прощайте. Продолжение следует...